Все-таки важнейшим планом, кроме захвата восточной части Украины, это было отрезание Украины от Черноморского флота, создание каких-то парамилитарных, каких-то непонятных образований на территории Юго-Восточной Украины. И, соответственно, Одессе отводилась особая роль в этом плане. Мы эти планы успешно поломали. Вы помните, накануне войны Путин даже грозился, что мы придем в Одессу, всех тут накажем. Еще раз говорю, мы эти планы поломали и отбросили врага, хотя он был достаточно близко. И корабли бомбили непосредственно из береговой артиллерии наши берега. И, конечно же, сегодня немножко другая реальность. Путин свои планы не поменял, мы это видим по 9 мая, когда он в своей речи упомянул Одессу еще раз, еще раз пригрозил местью. Только мы уже понимаем, что это уже такая, знаете, злоба, которая сегодня вымещается уже в виде многочисленных ракет, которые в последнюю неделю прилетают к нам регулярно, постоянно. И их ежедневно, практически за неделю их уже полтора десятка. И что самое страшное, что основные удары наносятся по гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре. Ничего общего с военными целями это не имеет. Поэтому из этого мы можем сделать только один вывод, что план, это месть, во-первых, это месть Одессы, месть Одесситам за то, что они не приняли русский мир, этот кровавый, в том виде, в котором он нам тут предлагался, да, в любом, собственно говоря, что мы, украинцы, мы живем в своей независимой стране и не желаем никаких, в кавычках, освободителей, денацификаторов. И это, конечно, вот это ракетные обстрелы, безусловно, месть Одессы за то, что она не приняла этот русский мир. Путин играет большую международную игру, в которой накануне не только нефтегазовые энергетические аргументы, но и продовольственные аргументы. И в этой продовольственной войне Одесса играет одной из ключевых ролей, как центр транзита большого количества продуктов питания. Мы знаем, что Украина один из крупнейших импортеров сельскохозяйственной продукции, от которой во многом зависит ситуация на пищевом рынке. И сегодня то, что происходит с Одессой, это удары по объектам инфраструктуры, в том числе портовой инфраструктуры, железной дороги. Все это, безусловно, связано с попыткой, блокадо полностью Черного моря. Все это, безусловно, уже повышенные ставки до уровня мировой войны на продовольственном, в том числе, рынке. И именно этим объясняется вот такое ожесточение, которое происходит в последнее время вокруг Одессы.